Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген. В прямом эфире программа «Случаи из практики» и я, Екатерина Борж. Сегодня мы говорим о тех социальных гарантиях, которые предоставляются в нашей республике семьям, имеющим детей. Представлю гостей нашей студии. Екатерина Каменко, начальник отдела социальных выплат соцзащиты города Сыктывкара. Добрый день. Здравствуйте. И Татьяна Солнцева, начальник отдела социальных гарантий соцзащиты города Сыктывкара. Добрый день. Добрый день. Напомню сразу нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Традиционно предлагаю вам обращаться с вашими вопросами к нашим гостям. Звоните, участвуйте в эфире 46 90 60. Какая семья будет являться многодетной, является многодетной? Значит, понятие многодетной семьи в нашей республике определено республиканским законом номер 55. Значит, согласно этого закона, многодетной является семья, лица, которые состоят в зарегистрированном браке или не состоят в зарегистрированном браке, которые воспитывают совместно проживающих трех и более несовершеннолетних детей, как родных, усыновленных, падчерицы, пасынки. И также это дети, находящиеся под опекой или опекунские семьи, опекунские дети, и приемные, и опекунские. Довольно-таки большое расширилось определение, много человек попадает под данную категорию. С 2013 года введена мера социальной поддержки многодетных и малоимущих семей, дополнительная какая-то, да? Вот что это за мера? Скажи, в 2013 году была введена выплата, ежемесячная денежная выплата, в том случае, если у семьи рождается после 1 января 2013 года третий либо последующий ребенок, и данная семья оформляет статус малоимущей семьи. Что это? Значит, ежемесячная денежная выплата, это такая выплата, которая предоставляется, как я сказала, многодетной и малоимущей семье. Она назначается, нам необходимо обратиться в тот момент, когда семья зарегистрировала статус малоимущей семьи, то есть она имеет право для получения данной выплаты. Малоимущие, это получается ниже определенного уровня дохода? Да, доход семей не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Республики Коми. Приживемся, у нас есть первый звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я на настоящее время беременна и жду двойняшек, но у меня есть уже двое старших детей. Вот ежемесячную денежную выплату я буду получать и на третьего, и на четвертого? Спасибо большое за вопрос. Спасибо. С законом, да, предусмотрено, что выплачивается пособие на каждого, то есть будут выплаты и на третьего, и на четвертого ребенка. В размере установленного на тот период, когда будут обращения за данные выплаты. А статус многодетной семьи? Каким образом оформить сразу, выжидать какое-то время? Выжидать не нужно. Если, например, в семье рождается третий или последующий ребенок, необходимо обратиться в Центр по предоставлению государственных услуг по месту жительства, по месту регистрации. При себе нужно будет иметь определенный пакет документов. Поэтому ребеночек родился, вы его зарегистрировали официально, получили свидетельство о рождении, можете приходить к нам в Центр за оформлением удостоверения. Потому что сначала необходимо оформить удостоверение о праве на меры социальной поддержки, а уже потом непосредственно будут назначены меры социальной поддержки. А перечень документов велик? Если мама находится в разводе или у нее был первый брак, после которого она повторно вышла замуж, то необходим документ, подтверждающий, что дети воспитываются в семье мамы. То есть это либо решение суда о передаче ребенка, определение места жительства, либо соглашение о выплате алиментов, либо решение суда о выплате алиментов. То есть там несколько документов, которые можно выбрать. Обязательно фотография, потому что будет удостоверение с фотографией. Если это ребенок из опекунской семьи или из приемной семьи, то документ управления опеки и попечительства, то есть либо договор о передаче приемной семьи, либо документ об опеке. В принципе все. То есть получается, получаем статус многодетный, потом еще статус малоимущий, только тогда можно будет пообращаться за... Для назначения ежемесячной денежной выплаты не обязательно иметь статус многодетной семьи. То есть потому что в статусе многодетной семьи там должны быть дети до 18 лет. Возможно у семьи есть ребенок, первый ребенок старше 18 лет, есть последующие дети, которые меньше, но... То есть не обязательно быть многодетный. То есть должен быть этот третий, либо последующий ребенок. Возраст предыдущих детей здесь роли не играет. Просто предоставляется свидетельство о рождении всех детей. Получается, обращаться за выплатой ожидаем только статус малымущий. В тот период, да, главное, чтобы семья имела статус малымущий в семье. Здесь определением является этот момент. Перечень документов здесь отличается наверняка. Да, перечень документов является... Также документы, удостоверяющие личность одного из родителей, то есть того, кто подает заявление. Свидетельство о рождении всех детей. Здесь паспорт не требуется, если дети старше, нужно свидетельство о рождении. То есть подтвердить, что это действительно мама родила с третьего, либо последующего ребенка. Значит, нужно необходимо предоставить... Ну, вправе предоставить СНИЛС. Также необходимо предоставить... Если у семьи имеется статус малымущей семьи, возможно, она может его предоставить справку о признании семьи малымущей. В принципе, здесь больше перечень документов, ничего не требуется. Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира. Пользуйтесь моментом, звоните, задавайте свои вопросы 46 90 60. А мы продолжим. Если не малымущая семья, вот многодетная, ну, хорошо обеспеченные родители. Есть какие-то социальные гарантии у многодетной семьи? Да, значит, многодетная семья может воспользоваться следующими мерами социальной поддержки, которые предоставляются через наш Центр социальной защиты населения. Это прежде всего льготы по жилищно-коммунальным услугам. То есть законом определена 30-процентная скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг. То есть это и электроэнергия, и газоснабжение, и водоотведение, содержание ремонта. То есть весь перечень услуг, которые в квитанциях, которые мы оплачиваем всем. Кроме телефона, да, телефон не льготируется, значит, граждане оплачивают свои квитанции, а сумма компенсации потом перечисляется либо на расчетный счет, либо на почтовое отделение, то есть в зависимости от того, что человек выбрал. Также дополнительно деткам, которые учатся в школе, да, может быть назначено пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте. Вот, и, значит, также детки, которые... Питание когда-то было? Нет, сейчас нет такого в школах. Ну, опять же, там, чисто многодетная семья, не имея там статуса моего имущия, она бесплатно пытаться не будет, да. Затем детки, которые учатся, они могут приобрести социальный проездной билет, и ездить в автобусах, вот, предъявляя этот социальный проездной билет. И мы оформляем специальные такие вот справочки о праве на проезд, туда клеится фотография ребенка, пишется, что вот там Иванов Иван Иванович из многодетной семьи, да, действительно. И дети показывают проездной, показывают нашу справочку кондукторам, ну, чтобы удостоверение мамы, ну, естественно, не будет его давать, да, к нему. Вот, и ездят в автобусах. Это основные такие меры социальной поддержки. Еще звонок у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я уже услышала, что вы сказали про проездной билет. А как часто нужно его оформлять? Спасибо большое. Вообще, проездной билет покупается гражданином, да, каждый месяц, потому что он выписывается на месяц. На месяц. А вот наша справка о праве на проезд, для ее оформления необходимо предоставить, ну, обращается один из родителей, у которых есть удостоверение, предоставляет паспорт, свое удостоверение о праве на меры социальной поддержки, прикладывает фотографию и прикладывает обязательно справочку из учебного заведения, где указывается, в каком классе учится ребенок и указывается срок обучения. У кого-то это по май, у кого-то по август, ну, в зависимости, как в школах идет. Соответственно, на летний период не будет предоставляться. Почему? Если в справочке будет написано по август, да, ребенок обучается. Мы тоже указываем в своей справке срок, вот, по август, например, 15-го года, и ребенок спокойно покупает проездные билеты, ездит. То есть подтверждать? Каждый месяц, да, каждый месяц за нашей справочкой обращаться не нужно, она выдается на определенный период. Когда период заканчивается, мы эту справочку продлеваем, да, предоставляется очередная справочка из школы, что ребенок действительно учится, мы делаем продление. По поводу ежемесячных вот этих пособий, выплат, собрали документы, принесли, подали. Вот, я так понимаю, что оно рассматривается какое-то время, насколько долго? Пакет документов рассматривается по законодательству в течение 10 рабочих дней. И выплата пособия назначается гражданину, уведомляем, о том, что ему либо назначено, либо отказано в признании, в предоставлении данной меры социальной поддержки. То есть гражданин получает уведомление, где будет написано период, на который назначается. Ежемесячная денежная выплата назначается до достижения возраста трех лет ребенка. Вот, если на ограничение здесь будет, то есть семья не будет его получать пожизненно, она будет получать до достижения возраста ребенка трех лет. А поводов для отказа могут быть? Ну, обычно по отказу неполный пакет документов, либо семья, ее отсутствие статуса малоимущей семьи. То есть на момент подачи документов по каким-то причинам было отказано в статусе малоимущей семьи, поэтому здесь право утрачивается. Еще один звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Открыть, пожалуйста, хотел бы уточнить такой вопрос. Есть ли какая-то региональная выплата, наподобие материнского капитала, за третьего ребенка, и куда его можно отправить? Спасибо большое. При рождении в Республике Коми третьего или последующего ребенка после 1 января 2011 года предоставляется региональный семейный капитал. Значит, его необходимо оформить в Центре по предоставлению государственных услуг по месту жительства территории Республики Коми. То есть, если материнским капиталом занимается пенсионный фонд, то региональный семейный занимается в Центре по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, то есть органы социальной защиты. Значит, необходимо, его можно направить на улучшение жилищных условий, на образование детей, на медицинские услуги на детей. Также выплачивается и на временные выплаты в размере не более 25 тысяч. И сейчас добавлены новые направления. Два – это на текущий капитальный ремонт и на переустройство жилого дома. Ну, если с материнским капиталом, там, при определенных условиях нужно ждать либо достижения трех лет... Да, здесь необходимо достижение возраста ребенка, на которого возникло право, в шесть месяцев. То есть, после учения шести месяцев может заявитель, то есть владелец сертификата обратиться за получением той или иной меры социальной поддержки. Еще до перерыва успеем звонок принять. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. У меня такой вопрос интересует. Какими льготами я могу пользоваться на сайте «Как одинокая мама»? Еще раз вопрос сформулировать, пожалуйста. Есть ли какие-то льготы для сайта «Как одинокая мама»? И где можно узнать? Спасибо большое. Ну, по льготу на оплату, по оплате «Как одинокой матери» за детский сад, за присмотр ухода детского сада, скорее всего, это вопрос к управлению образованием. До школьного образования. До школьного образования. До школьного образования мы здесь не курируем. Это не входит в наши полномочия, поэтому здесь прокомментировать мы не сможем. В управлении образованием? До школьного, да. Те, кто занимается садиком. Да, кто занимается садиком. По-моему, для многодетных, там, по-моему, есть первоочередная очередность при поступлении в садик. Но, опять же, это все вопросы, все, что садиков курируют по мнению до школьного образования. Оригинальный семейный капитал, по-моему, не прозвучало. Сумма меняется? Сумма установлена в 150 тысяч, она не индексируется. То есть она вот уже на протяжении трех лет у нас обращаются граждане и получают сертификат, сумма одинная. А ежемесячная пособие это? Ежемесячная, вот денежная выплата на третьего и последующего, да, при том, что имеется статус малоимущей семьи, она выплачивается в размере прожиточного минимума, установленного на территории Республики Коми, по категории дети. То есть в настоящее время, вот если обращаются к гражданинам города Сыктывкар, этот размер составляет 10 тысяч 266 рублей. Сколько? 10 тысяч 266 рублей. Это вот в этом, в настоящее время. И она меняется? Она изменяется в случае изменения прожиточного минимума на территории Республики Коми. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы говорим о тех социальных гарантиях, которые предоставляются семьям, имеющим детей. И наш разговор мы продолжим после небольшой рекламной паузы. 46 90 60, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы и оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Случаи из практики». И сегодня мы говорим о тех социальных гарантиях, которые предоставляются семьям, имеющим детей. Напомню, что гости нашей студии сегодня Екатерина Каменка, начальника отдела социальных выплат соцзащиты города Скотовкара, и Татьяна Солнцева, начальник отдела социальных гарантий соцзащиты города Скотовкара. 46 90 60, телефон прямого эфира. И у нас есть сразу звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У проектов этого ребенка, то есть предоставляется земельный участок. Как это оформить? Спасибо большое, Кавамбле, этот вопрос. Немножко не к нам, потому что, насколько мы знаем, все, что касается выделения земельных участков, необходимо обращаться в администрацию города. Вот конкретно, если это в Сыктывкаре люди живут, то на Бабушкин 22. Только там можно выяснить и порядок выделения, необходимый пакет документов. Через Центр социальной защиты эта услуга не предоставляется. А появились ли изменения в законодательстве, касающиеся мер социальной поддержки для многодетных семей? Да, появились небольшие изменения. Прежде всего, это с 1 декабря будет проиндексирован размер пособия на оплату проезда. Он немножко вырастет. Составит 209 рублей на каждого ребенка. И если ранее дети, которые воспитывались в опекузских или в приемных семьях, этим детям пособие на оплату проезда не назначалось, то теперь, например, один ребенок свой родной, два ребенка приемных, или наоборот, на родного ребенка пособие может быть оформлено. То есть дети из приемных, из опекузских семей получают эти выплаты по законодательству о детях-сиротах или по детях, оставшихся без печенья родителей. Родные детки могут уже получать пособие по нашему республиканскому 55-му закону. Какие еще социальные гарантии семей, имеющих детей? То есть я так понимаю, что не только многодетных. Да, если семья имеет детей в возрасте до 18 лет, то она может оформить также, согласно республиканского законодательства, ежемесячное пособие на ребенка. В случае, если у них есть дети, рожденные до 2005 года, еще и оформляется семья, статус маломучей семьи, то ей предусмотрена выплата доплаты к ежемесячному пособию на ребенка. Как я сказала, ежемесячное пособие у нас в республике делится на детей, рожденных до 2005 года и после. Порядок назначения ежемесячного пособия на детей, родившихся до 2005 года, выплачивается одному из родителей, совместно проживающих с ребенком в семье, где средний душевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории республики Коми. А в случае, если в семье рожден ребенок после 2005 года, для получения пособия необходимо оформлять статус маломучей семьи. И тогда пособие назначается на 6 месяцев, поскольку период статуса маломучей семьи является вот этих 6 месяцев. Еще один звоночек у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я сама являлась многодетной матерью, двое у меня детей взрослых. А двое проживают со мной. На данный момент я сдала еще под опеку трехмесячного ребенка, оставшегося без попечения родителей. Я бы хотела узнать, какие льготы, как многодетная мама я могу получить на этого ребенка. Спасибо большое. Я вот немножко не расслышала, сколько у женщины своих родных детей. Своих родных четверо, получается, двое взрослых. А эти двое, а второе с ней живут. То есть должно быть для того, чтобы получить статус многодетной семьи, должно быть трое несовершеннолетних детей до 18 лет, как родных, так и приемных. Поэтому если набирается, скажем так, три человека, это трое детей до 18 лет, то можно обращаться за получением удостоверения. Если же родные дети старше 18 лет, то... Или в случае, если родные дети старше, то можно вот этот ежемесячный получить? Ну, ежемесячная денежная выплата здесь учитывается. Да, здесь данный ребенок, скорее всего, не будет учитывать, потому что нужны рожденные дети. Родные, да? Да, родные. То есть, может, конкретно по какому-то телефону можно уточнить, чтобы вы доспросили по какому-то? Да, значит, если у вас возникают вопросы, связанные с оформлением удостоверения, да, либо с предоставлением мер социальной поддержки, вы можете позвонить по телефону нашей справочной службы 24 05 70 20 08 47. Девочки-специалисты вас проконсультируют, да, по любым вопросам. Также скажу, что, еще раз, адрес нашего учреждения, да, Ленина 50, мы принимаем 4 дня в неделю, с понедельника, вторник, среда, четверг, с 9 утра до полушестого вечера. По вторникам и четвергам прием ведется до 7 вечера. Есть у нас адрес электронной почты, есть у нашего учреждения страничка ВКонтакте, поэтому, если вас интересует, вы можете это все посмотреть. Мы с удовольствием отвечаем на письма по электронной почте, их не так, конечно, много, как бумажных, ну, как обычных обращений письменных, но они есть, и мы отвечаем. ВКонтакте мы выкладываем и изменения в законодательстве, все наши информационные материалы там есть, о работе нашего учреждения тоже много информации. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, звоните, обращайтесь, да. И следом еще один звонок. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Ну, я буду снаряд, я буду снаряд, я буду снаряд. У меня дочь, у меня дочь в декретном отпуске. Дочь в декретном отпуске, так. Да. И ребенка, ну, похожа на миссию, она многодетная мать. А, хотя я не могу сказать, что ребенок, у нее в декретном отпуске. К сожалению, что-то со связью, если можно, может, помедленнее попробуйте. Дочь в декретном отпуске, у нее статус многодетной матери, да? Она получает бесплатно молоко, так? Нет, не получала. Не получала. Как, не могу сказать. А, можно ли получить бесплатно молоко? В этом вопрос, да? Что-то вот совсем плохо со связью. Можно ли получить бесплатно молоко? Детей, как, может, у нее бесплатные. И вот, например, в декретном отпуске, в декретном отпуске, не поняли. Да сколько мы поняли? У нее самого пропало молоко, и можно ли как-то получать бесплатно молоко? Вот есть, судорского. Здесь такого, да, законодательства не предусмотрено, только есть, если имеется статус малоимущей семьи, предусмотрена выплата кормящим матерям в размере вот сейчас на действующие 400 рублей в месяц. Ну, при наличии статуса малоимущей семьи, то есть Центра социальной защиты населения того района, где они проживают, нужно обратиться, если у них статус малоимущей семьи, я бы скажу, какие документы нужно сдать, чтобы оформить вот это пособие. Какие документы нужно принести, чтобы оформить льготы, как многодетной семье при плате ЖКО? Упоминали, что полагаются? Да, не полагаются. Значит, обращается гражданин, гражданка, предоставляет документы, удоставляющие личность, в данном случае паспорт, предоставляет документы о праве на мере социальной поддержки, то есть удостоверения многодетной семьи, значит, предоставляются документы, как подтверждающие родство, так и личность членов семьи, то есть свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, если дети после 14 лет, паспорта детей, Предоставляется справка о регистрации по месту жительства о составе семьи. Предоставляются оплаченные квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за последний месяц с чеками, утверждающими оплату. Хочу напомнить, что льготы по жилищно-коммунальным услугам предоставляются только в случае отсутствия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Поэтому, если у граждан есть задолженность, они могут обратиться в управляющую компанию, заключить соглашение о выплате. Либо заплатить, либо заключить соглашение о рассрочке в погашении задолженности. Это соглашение нам принести, мы его учитываем, льготы будут назначены. Требуется страховое свидетельство, но если гражданин его не предоставляет, то мы делаем запрос в пенсионный фонд. Это мы можем запросить. Еще один звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я получила удостоверение почетного донора России. Что мне делать дальше? Спасибо большое вам за вопрос. В анонсе мы говорили, что и про эту тему тоже мы можем затронуть. Значит, граждане, которые получают удостоверение почетного донора России, ну сейчас уже почетного донора России, или вдруг у кого-то есть удостоверение почетного донора СССР, которое они до сих пор не предъявили в Центр социальной защиты населения. Необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения, написать заявление, предоставить паспорт, предоставить свое донорское удостоверение, и таким гражданам будет назначена ежегодная выплата. На 2014 год выплата составила 11 728 рублей. Вот как практика показывает, ежегодно эта выплата тоже индексируется, с каждым годом она чуть-чуть повышается. Выплата назначается с даты обращения гражданина, поэтому, получив удостоверение, не затягивайте, бегите сразу, скажем так. Граждане, которые уже получают такую выплату, они знают об этом, им ежегодно приходить писать заявление уже не нужно. Выплата будет назначена автоматически. Тем, кто получает, она будет пролонтирована и далее. Уже этот статус, он не убирается. Да, удостоверение получено, оно уже на всю жизнь, да. Также хочу отметить, что у нас в городе Сыктывкаре и в ряде городов Республики Коми существует многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг, и граждане за назначение вот такой вот выплаты могут обратиться и в многофункциональный центр. У нас в Сыктывкаре, они, по-моему, располагаются в Горького-2, в бывшей гостинице Югор, если я правильно, в Кировском парке. Вот, там точно так же специалисты примут у вас документы, направят нам, мы их посмотрим, если все в порядке, назначим выплату. Если не в порядке, то мы всегда, да, свяжемся. Что нужно исправить. Да, 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 но там такой небольшой пакет документов, удостоверение и паспорт, да, и будет все в порядке. Да, граждане должны обращаться по месту регистрации, то есть в центры в наших городах Республики Коми. И еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Погу ли я получить материнский капитал у родственного ребенка, если первый ребенок у меня умер. Спасибо большое. В этом случае предоставляется свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о смерти. И если право у него есть, то, соответственно, мы можем, выдается сертификат. А вот те выплаты, о которых мы говорили, подаются документы, ну ежемесячные, да, подаются документы. Вот принимается решение, да или нет, вот как-то уведомляется человек или ему нужно ходить там раз в три дня, например, и проверять как-то? Решение принимается также в течение 10 календарных дней, 10 рабочих, извините, 10 рабочих дней. И человек уведомляет, да, уведомление отсылается о принятом решении, либо об отказе, либо положительном, то есть с указанием периода выплаты пособий. А по поводу льгот на жилищно-коммунальные услуги, ну человек, если живет не в квартире, а в частном доме, есть такие ситуации? Конечно, конечно. Граждане, которые проживают в частных жилых домах, они также могут воспользоваться льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Ну, как минимум, у них есть электроэнергия, да, там у кого-то водоснабжение холодное, да, у кого-то еще что-то. Если, что касается отопления, то гражданам, у которых нет централизированного отопления, и они топят печки, да, какие-то котлы, значит, есть компенсация стоимости твердого топлива, она в твердом размере для многодетных семей составляет 2554 рубля, эта компенсация воплачивается один раз в год. Также граждане могут обратиться с документами, подтверждающими их фактически понесенные расходы, да, то есть конкретно по чекам, там уже сумма будет другая, ну, в зависимости от понесенных расходов, там, от площади, жилого помещения и так далее, и так далее. А значит, граждане, у которых, дома, которых оборудованы газовым либо электрокотлом, должны предоставить документы, подтверждающие установку этого оборудования, и им тоже будет назначена мера социальной поддержки. Еще один звонок успеем принять. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы выяснить такую ситуацию. Детское пособие положено или нет? Если ребенок в 14 лет проживает с бабушкой, отец платит полторы тысячи алиментов, а мать проживает в другом городе. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Для обращения здесь, скорее всего, нужно оформить какую-то регистрацию матери совместно с ребенком, поскольку поняла, что будет обращаться мать, потому что в законе прописано, что право возникает выплачивать пособие одному из родителей, совместно проживающих с ребенком. То есть необходимо подтвердить, что мама ребенка совместно проживает с ребенком. Это предоставляется либо справка о регистрации, либо о том, что они вместе проживают, то есть временная регистрация. Если мама в другом городе? Ну, я говорю, здесь нужно оформить. Для того, чтобы оформить пособие, необходима одна регистрация. И поскольку у них разное, здесь право не возникает, поэтому не сможем им назначить, поскольку я поняла, что регистрация у мамы будет в другом городе. У ребенка в Соктайкаре, а у мамы в другом городе. То есть либо ребенку нужно необходимо как-то, ну, подтвердить факт совместного проживания. А вот, кстати, если семья в целом выезжает вообще за пределы Республики Коми, надо как-то уведомлять? Я так понимаю, что если в случае, если получателем каким-то льгот? Если какие-то выплаты, пособия, да, осуществляются в рамках республиканского законодательства, да, гражданин должен уведомить в письменном виде о том, чтобы эти выплаты эти прекратили, поскольку он выбывает за пределы Республики Коми. Поэтому выплата прекращается. Ну, и за пределы городского центра, наверное, тоже, да, потому что либо он пишет заявление самостоятельно у нас, да, в центре, мы даем ему справочку, либо уже центры социальной защиты могут делать запросы в наш адрес, и мы уже отвечаем на запрос учреждения. То есть, в любом случае, конечно, лучше уведомить нас об этом, чтобы во избежание переплаты и всего остального. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы говорили о тех мерах социальной поддержки, которые предоставляются в нашей Республике семьям, имеющим детей. Если какой-то свой вопрос вы не успели задать, телефон можно напомнить? Да, 24 05 70 20 08 47. По этим телефонам можно позвонить и уточнить какую-то информацию касательно именно вашей семьи. И напомню, что гостями нашей студии сегодня были Екатерина Каменко, начальник отдела социальных выплат, социальной защиты города Скотовкара. Спасибо большое. И Татьяна Солнцева, начальник отдела социальных гарантий, социальной защиты города Скотовкара. И вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Следующую программу «Случай из практики» мы посвятим выдающемуся ученому, социологу, который прославил нашу Республику на весь мир, Петериму Сорокину. Увидимся в пятницу в 12.40. До встречи.